Действительно блестящая совершенно операция наступления в Курской области, она вызывает огромную симпатию и уважение. Действительно блестящая операция вооруженных сил Украины, но сразу возникает первый вопрос. А какое отношение и какое движение в сторону победы эта операция за собой влечет? Что это означает? Означает это, что Украина будет дальше развивать этот успех и дойдет Курск дальше, далее Москва и так далее. Что это такое? Что означает, что операция Курской области входит в план победы? Не очень понятно. Второе, закрепление Украины в стратегической структуре глобальной безопасности. Опять-таки, о чем идет речь? Пока мы знаем одну структуру глобальной безопасности, это НАТО. Подразумевает ли это вхождение в НАТО? Есть ли дату, как президент Украины видит вхождение Украины в НАТО в условиях войны? Вопрос второй. Третий вопрос, самый сложный для моего понимания вопрос, это мощное принуждение России к окончанию войны дипломатическим путем. Параллельно с этим идет разговор о проведении второго саммита мира. При этом твердо понятно, что Россия не хочет принимать в этом саммите мира участие. С другой стороны, президент Зеленский говорит, что в этот раз Украина считает необходимым, чтобы Россия приняла участие. Значит, какие ресурсы есть для того, чтобы Россию против его желания привести на этот саммит мира, я не очень понимаю. Ну и главное здесь это то, что в той же самой беседе с журналистами президент Зеленский заявляет о том, что никаких переговоров с Путиным вести не надо, это бесполезно, ну по понятным причинам. Здесь сложно возразить президенту Зеленскому, ну каким образом тогда его привести к дипломатическим путем, если не вести переговоры. Ну и последнее, так сказать, этот пункт вызывает наименьшие вопросы, хотя он очень такой абстрактный, это что касается экономики Украины. Здесь, ну как мне кажется, более-менее все понятно, но, так сказать, он достаточно общий. Вот, пожалуй, три вопроса. К четвертому пункту у меня особых вопросов нет, хотя тоже хотелось бы его немножко уточнить. Ну вот извините за такое длинное вступление, но я, чтобы вас не перебивать, хотел бы, так сказать, сразу задать все накопившиеся вопросы. Спасибо, да. Начнем с того, что, безусловно, план разрабатывается, детализация будет предъявлена немножко позже, ну то есть президент более детально будет об этом говорить. Я могу только в черне так набросать, чтобы было понятно, да. Начнем с первого пункта, это военное принуждение, то есть это не только курска операции, просто курска операция это прообраз того, что может происходить дальше. Имеется в виду, что если будет обеспечен паритет, ресурсный паритет, ну то есть конкретные инструменты, конкретные разрешения, и Украины будет достаточно этих ресурсов, то война может развиваться именно так, как это показывает курска операция. То есть это не вопрос, что военным путем нужно всю территорию России освобождать, захватывать, неважно как там это называть. Нет, вот курска операция показывает следующее, когда у вас есть хорошее планирование, креативный подход к тому, как формируется поле боя, у вас есть достаточно ресурса, вы можете вполне перенести войну на территорию России, показать абсолютную ничтожность оборонительных возможностей России, ресурсные дефициты России, и таким образом увеличить именно военное давление. То есть курска операция показывает, что Россия на самом деле изнутри выглядит не так, как она сама себя продает. Мы сейчас говорим про первый инструмент, это военное, скажем, подавление России. То есть военное подавление, это не значит, опять же, еще раз, что это нужно полностью масштабно заходить на всю территорию России и освобождать вплоть до Москвы. Ну, наверное, такие сценарии кто-то прорабатывает, но это не в данном случае. В данном случае это нанесение тактических поражений, мы об этом, кстати, и у вас в эфире говорили, существенных тактических поражений по разным направлениям. И вот курская операция показывает, что Россия не готова к войне, скажем там, на тех полях войны, которые не сформированы Россией. Россия воюет сегодня интенсивно на донецком направлении и пока не может выйти из этого состояния. То есть вот она концентрирует там все ресурсы. Она в ту же Курскую область, кстати, ресурсы переводит пока не с донецкого направления, пока, это важное слово, а с южного направления, с запорожского направления. Частично ищет ресурсные возможности, например, на Северном Кавказе, оттуда тоже часть ресурса, военного ресурса, не срочников, а именно контрактников переводит. И, соответственно, курская операция показывает, очень важно для партнеров, вот это должно быть математически прописано и предложено партнерам, что если вы увеличиваете в таком-то объеме такие-то виды инструментов, которые передаете Украине, мы это не обсуждаем больше, а просто вот математически расписано количество, виды и даты поставок, скажем так, чтобы это не было так. Мы сегодня договорились, дата поставки там через год, да, и, соответственно, под это есть планы операций, которые Украина готова проводить. Второе, показано, что в военном смысле Россия, ну, например, в оборонительной войне выглядит так себе, это, кстати, было понятно и год назад при марше того же Пригожина. И, соответственно, если эти ресурсы начнут работать, то мы будем видеть обвальное падение линии фронта как таковой. Да, на каком-то направлении Россия будет держать, ну, там достаточно укрепленные объекты, я имею в виду, прежде всего, опять же, Донецк и Луганскую область, потому что там с 2014 года строились укрепления, масштабно инвестировались деньги в это и так далее. На других направлениях Россия будет падать и, соответственно, еще за счет ресурсности показано, что война может идти на территории России, она может быть там масштабирована, 1300 километров сейчас под эффективным контролем Украины в Курской области, и, соответственно, опять же, Россия за все эти три недели так и не смогла организовать там существенное сопротивление. Да, безусловно, продвижение Украины замедлилось, вы, я думаю, прекрасно понимаете, почему мы тут сейчас не будем там военную экспертизу проводить, но понятно, что тогда удлинение логистики, удлинение поставок, оно требует, скажем так, медленных темпов. Почему? Потому что нужно вот эту логистику построить уже на занятых территориях. Ну и с учетом, опять же, гуманитарного аспекта, нужно все-таки наладить там поставку медикаментов и так далее и тому подобное, эвакуационных коридоров организации нужно заниматься организацией. То есть вот первое, военное принуждение России, то есть только за счет тактических поражений, а для этого нужен определенный паритет, опять же, в том же оружии, вот этот первый инструмент будет работать. Очень сильно будет работать. И Курская операция сняла, по-моему, последние сомнения, что Украина может проводить такие операции, и эти операции будут эффективными. То есть Курск не просто сам по себе, а Курск как образ того, что должно делаться в военном смысле. Что с Россией можно воевать, если есть паритет ресурсов. Потому что с технологической точки зрения, конечно же, оружие, которое предоставляется Украине, намного более эффективно, нежели то, чем пользуется Российская Федерация. Просто количественно у России его очень много. Второй инструмент касается, скажем так, четкой фиксации субъектности Украины. То есть, чтобы вот снять эти все спекуляции, а давайте вы откажетесь, там, ну, я помню, да, иногда в анализе бывает такая, в анализе, я имею в виду, в медийном анализе бывает иногда такая, давайте вы откажетесь от вступления в какое-то там мифическое НАТО, и Россия сразу снимет претензии. Вот президент говорит о том, что, смотрите, а такого и не было. То есть Россия имеет претензии к Украине не потому, что Украина хочет быть НАТО, не хочет быть НАТО, но, во-первых, что это значит, что суверенная страна должна там быть под влиянием кого-то и отказываться от того, что считает важным для себя. Но президент говорит, давайте так, четко зафиксируем, что любая субъектная страна имеет право на свои решения. Все, точка. Что Россия не будет, потому что это одна из целей войны России, вернуть себе доминирование, по крайней мере, в Восточной Европе как таковой. И, соответственно, если мы четко фиксируем, субъектная страна сама принимает решения о своем будущем, а для Европы, кстати, Украина, как вы правильно говорите, член Альянса НАТО, наиболее боеспособная сила, это и есть компетенция Украины, которую Украина уже предлагает и Альянсу, и Европе с точки зрения безопасностной архитектуры. Соответственно, давайте это фиксировать, что эта политическая цель России тоже не будет достигнута. То есть, с военной точки зрения Россия не останется на территории Украины, потому что будут там разгромы идти, будут встречные наступательные операции, оборонительные операции. С точки зрения политических, скажем так, претензий, которые Россия предъявляла, они недейственны. То есть, мы реально фиксируем Украину, не объявляемая часть НАТО в таком-то виде. Ну или там любого другого военного альянса, или любой другой безопасностной архитектуры, которая будет построена на базе НАТО, как угодно можно называть. Третья составляющая, я бы, наоборот, поменял местами четвертую и третью. Третья дипломатия мы в конце обсудим, как она будет работать. По экономике, это касается не только экономики, как экономики, там, социальной инфраструктуры, экономической. Это касается, прежде всего, доинвестиций в военные производства, масштабирования военных производств, солицензии, ну то есть, все, что должно помочь Украине переформатировать милитарный блок. Вот сюда нужно уже инвестировать много, и, соответственно, Украина, опять же, приобретает экономическую компетенцию. То есть, она может стать таким сборочным цехом для ВПК, в том числе и ВПК общеевропейского. Ну и, соответственно, опять же, это будет выполнять задачи, необходимые в рамках этой войны. То есть, сейчас можно уже эту модель так или иначе рисовать. И, опять же, можно инвестировать сюда деньги. И, опять же, вот в этой третьей части президент просто об этом периодически говорит, но в данном случае не артикулировал внимания. Важно резко нарастить цену войны для России. То есть, санкции, переосмыслить, философия санкций. То есть, эти санкции должны действительно решать возможности Россию воспроизводить ракеты, например. Потому что мы видим, что 70-75% комплектующих, опять же, это европейские и североамериканские. Это очень странно. То есть, Россия находит возможности это обходить дальше. Россия имеет возможность продавать на определенные рынки товары. Страны из этих, вернее, компании из этих стран должны тоже находиться под санкциями. Ну, то есть, грубо говоря, потери окружения Путина, прежде всего, личные потери, финансовые потери, должны быть намного более существенными. То есть, это не просто какая-то санкция в виде запрет на въезд в какую-то страну. Нет. Это значит, что человек должен лишаться активов, долей в бизнесе. И, соответственно, все меньше и меньше иметь возможности зарабатывать на глобальных рынках. В целом, страна и конкретное окружение Путина. Это третий аспект. И, наконец, четвертое. Дипломатическое принуждение. И вот здесь как раз уже есть внятная история. Это, опять же, встреча. Буквально на днях была встреча между премьер-министром Индии и президентом Украины. До этого был визит министра иностранных дел в Китай. Вот тут нужно понимать, что дипломатическое давление на Россию возможно только со стороны тех стран, от которых Россия зависит. У которых большой товарооборот с Россией. То есть, там, где Россия может приобретать что-то или, наоборот, продавать что-то. Страны, с которыми отношения сейчас остыли, это, прежде всего, европейские страны, дипломатическое давление не получится. Какие бы заявления, резолюции не принимали эти страны. Кто может влиять на Россию? Индия может, конечно. Ну, то есть, страны глобального юга, в целом. Китай может, безусловно. Во-первых, роль России изменилась вот в этом раскладе, в глобальном юге, в Бриксе, в Шоссе. Ну, там, Россия уже не выглядит безусловным лидером. Второе, Россия все больше впадает в зависимость как раз от этих стран. И третье, с этими странами как раз-таки нужно поработать. Смотрите, вообще, вы заинтересованы в существовании определенных правил? Вы заинтересованы в существовании международного права? Вы заинтересованы в существовании, там, свободной торговли? Или, например, энергетика, энергетические цепочки, многоплановые, в которых участвуют интересы многих стран. Ну, например, даже в Газе в том же. Если вы во всем этом заинтересованы, то единственной страной, которая пытается все это обрушить, является Россия. И ситуативно, конечно, вы в Рупиях сегодня получаете существенные прибыли, да, но торгуя в Рупиях с Российской Федерацией, получая большие объемы энергоносителей. Но с точки зрения среднесрочной перспективы правил не будет существовать. И, соответственно, вы все время будете находиться в подвешенном состоянии. То есть, хаотизации будет больше, в международных отношениях будет больше и больше хаоса. А Россия будет инвестировать все больше денег для того, чтобы поддерживать этот хаос. Вам это с точки зрения какой нужно? То есть, и с этими странами нужно вести дискуссию. И почему, например, тот же Моди приезжает в Киев? Потому что он это понимает. Ну, и, соответственно, готов к дискуссии, готов к обсуждению. То есть, вот такой полярности, которую мы видели с вами еще год назад, когда есть там страны, формально поддерживающие Россию. Формально имеется в виду тот же Иран, тот же Северная Корея. И неформально, которые активно работают, занимая так называемую нейтральную позицию. Сейчас здесь мы видим определенный сдвиг, потому что страны понимают, чем дольше война, тем более разрушительно это и для юридического глобального каркаса, и для торгового глобального каркаса, ну и для других там сопутствующих каркасов. Вот президент говорит здесь, что мы пропишем в деталях все это, сколько нужно военного ресурса, сколько нужно экономических санкций, каких санкций, сколько нужно финансового ресурса. И точно так же будем вести интенсивную работу дипломатическую с странами глобального юга. И просим в этом принимать участие другие страны, ну, члены проукраинской коалиции в этом процессе. Для того, чтобы цена войны для России была просто несопоставима с тем, что сегодня Россия тратит на этой войне. Чтобы Россия понимала, военным путем она точно не сможет иметь преимущества, что более того, война будет постепенно масштабироваться на территорию Российской Федерации. Что более того, Украина получит все необходимые разрешения на нанесение удара, это синхронизация с сухопутными операциями, на нанесение удара в глубину России на расстояние 500-600-700. Вы понимаете, почему я об этом говорю? Потому что это разрушение инфраструктуры для стратегической авиации. Что у Украины будут инвестиции в любом объеме именно военное производство и Украина будет наращивать собственные военные инструменты. И сегодня есть хорошие образцы и дроновые, и ракетные, и баллистика уже есть. Тут это все нужно просто увеличивать в объеме. И что Украина будет точно иметь планирование конкретное по финансовым ресурсам, которыми она будет располагать для ведения или продолжения ведения войны. Что санкции будут так работать на России. И что наконец страны нейтральные, страны глобального юга, они все-таки будут занимать более такую прагматичную позицию по войне. Потому что долгая война бьет в том числе и по их интересам. Вот в принципе здесь все детали будут прописаны, будут проводиться переговоры. Я думаю, что президент вот эти детали уже четко будет излагать сам. Единственное, что нужно сказать, действительно важно, чтобы наши партнеры все это увидели, утвердили. Президент говорит, что он предоставит это и господину Байдену, ну и новому президенту, потому что мы понимаем, что Байден уже не будет президентом после января месяца. Ну на этой выборе, а после января месяца, после иноабурации будет другой президент. И другие партнеры это все видят, где будут еще раз математические формулы. Сколько, какого ресурса, на каком этапе Украине нужно для того, чтобы, и я возвращаемся теперь к Курской операции, для того, чтобы Россия понимала, чем дальше война, тем больше ущерба. И на ее территории в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok